Пекинесы в студии. А ты выше меня? Что тебя Пекинесом называешь? А ты на цыпочки? Ой, брехло! Стань ровно! Ну что ровно стань? Ну что ты выровнялся? А как мне вот так стять или что? Что тебе Лёша не отдал пакет с посылкой? Не с посылкой, а футболкой, конфеткой я положил. А откуда я сдал? Да давай сюда, бери супчик. Я думал Лёша отдаст, потому что я еще что-то отдавал. Вот это? Нет, дальше Игорь, возьми супчик. Тебе уже надо брить опять. Вот это? Да. Там футболка из Канады. Подивись. Там тебе конфеток в поклоныше. Ух ты, это что? Я думал, это ёлочные игрушки. Да, ёлочные игрушки. Вот такая футболка. Класс, спасибо большое. Ты скажи, что ничего не надо. Хорошо, так и скажи. Классно. Поверни сюда лицом. Вот такая Молсон Канадия. Под бороду вообще шикарно. Тебе надо брить бороду, наверное. Ну подожди. Какой батюшка благослови. Там волос то уже нет. Ну волос то нет. Ну за бородой будут гоняться. Спасибо большое, но не надо. Мне лично ничего не нужно. Там конфетки всякие. Неудобно, что люди так вот. Ну люди хотят сделать приятно, Игорь. Не отказывай. Ну спасибо большое. Так, давайте конфеты. А то я тебе до дома заберешь святого. Да давай ешь. Успокойся, ладно, всё. Сейчас Игорь, ждём Лёшу. Ждём Лёшу, делаем чай. Чай кипить. Кипить всё. Почему ты надав Игорю футболку с конфетами? А я забыл про это. Ну потому что мы с ним не виделись. Просто он, что мы с ним видели. А что вы забрали? Он думал, что я забуду. И он же верю. Ну конечно, в принципе такой план был. О! Я же его чувствую. Я его нюхом чую. Ты ж собака, ты ж ищенька. И не зря грызёшь ты кость. И видишь каждого надея. Слышишь каждого насквозь. Кра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-тан. Успокойся. Так что так и было правильно. Это яблоколенок разрежем. Вот что ты, Игорю, отдал их. Надо было дальше, Марусин. Не-не, мама там. Потому что мне предназначен. Ага, вот так. А ты, Ишка... Я быстро спер Graf. А где нож? Он думал, что так. Положим туда... Не, ну конечно. АДамяну, мол, я буду по одной тягать, а потом скажу, что там ничего не было. АДамян в делах забираю. Я так буду одну, там другое. А я потом шмык. Да, там и ничего. А футболку на тряпки пустим. Я шучу. А мы думали серьезно. А он прям на фигняк ничего. Я не понял. У нас 31 числа Аида в 6 часов вечера. Леша будет петь. Кого ты будешь петь? Арамфиса. Это царь египетский. Это жрец. А, это жрец, да. Ну ладно. Жрец. Тот, который конфеты тягает. Жрец. Ой, яблочко, Игорь. А какой это Лена? Это дело кадра? А что это яблоко моему? Что? А чем ее яблоко ему? Ну, угостила того, что. А, я думал, ты ей предназначалась она. Ой, что это? Да я вам сосисточку разрежу. Я думал, что я уже съел свою. Сосисточку разрежу. Да, дело в том, что я брал, думал, в больнице буду сидеть там. Это ну, я так молился, что чувствую, что мне там нету надо будет, да. Ты вот надолго уезжаешь. Понимаешь? Куда-то смываешься вечно. Тебя нету. А если я куда-то там мне надо в больницу, это все уже скандал. Ты убегаешь. Конечно. А вот тогда тебе сразу и отдали и футболку, и конфеты. А люди написали, ну не хочет Игорь с вами общаться, ну что вы к нему приставили. Он от вас устал от твоих съемок, Самвел. Он хочет отдохнуть. Нет, ну причем, иногда мне и хочется отдохнуть. Ну в тот момент ты просто был занят. Пожилой человек, оставьте его в покое, он так сказал. Правильно говорят. Ай, да, да. Когда живете до моего возраста, вы вообще приходите, вы вот там вот ляжете дома и будете так, лежать телек смотреть. Ну что ты и делаешь. Я сам. Да, тем ты и занимаешься, а то и мы так будем. И чай. Там, где ты его поставил. А я уже. Ага. Смотри, уже склероз. С вами тут склероза. Да, склероза. Я, например, склероз. Склерозный пикерестик. Леша, кажа. Это мне водичка, Игорь, не надо мне. Я же ты знаешь, что... Игорь, приходите ко мне как-то на прямой эфир. Я тебя буду прямую трансляцию делать, и вы с Лешей приходите вместе. Будешь что делать? Я стараюсь друг друга в прямом эфире. Нет, такого нельзя. Я вообще этим не занимаюсь. Ой, спасибо, Игорь. А что ты мне туда насыпал? Ничего я тебе не сыпал. Сахара 3 килограмма. Туда, давай. На полчаса, килограмма. Ой, вкусная еда. А что ты шкурку не задрав нам? Я люблю писать и со шкуркой. Очень. У меня даже другой вкус тогда. Хотите, обдирите, но... Мы не любим. На другой раз, чтобы ты знал, что мы любим без шкурки. Без шкурки? Да. Чтобы обдирал в другой раз. А у меня нет, я люблю отрезать масса шкуркой. Ниоткуда не снимаю. Игорь, смотри, у меня еще есть вот бутерброды. Давай. Ммм. Ну. Ты что, я не могу. Ой. Уже не слезай, не рябь. Так. Мне кажется, что вкуснее сардельки с хлебом не шарило. Да? Как один знакомый говорил, что ничего в жизни не ел вкуснее, чем шарина. Если бы много видео сам было, где мы только жрем, сидим. Ну, пойдет. Жуем, жуем. А ты смотришь мои видео, Игорь? Угу. А тебе нравится? Ну, понимаешь? Или не все? Подожди, я тебе скажу вот что. Когда интересная тема, допустим, ну, можно и пошутить нормально, и серьезно проводить, тогда нравится. Тогда начинаешь глупости, уже там иногда валять, такие же, ай, шуми. Какие глупости? Ну, например. Ай, шуми. Это прямые трансляции? Про то, как женщины стоя писают? Ну, хотя бы это. Не, ну, при чем тут глупости? Ну, это же нормально. Мне просто, ну, что? Сам вэр. Ой, ну, ладно. Господи, чьи мечи-то. Просто и неинтересно. Ну, например, мне не понравилось, как ты дурачился со своими вот этими, как они называются? Мастер-шефи? Мастер-шеф, да. А что я там дурачил? Ну, ужасно. Ужасно. А что я там делал? Я только с... А, вот это с Яриком, что танцевали? Наверное, я не знаю. Ну, то, что он танцевал, они полуголые, они так танцевали. А мне, Игорь, дуже понравилось. С Яриком я еще потанцую. Хе-хе-хе-хе. Ну, так тоже не мое видео. То я не планировал в YouTube, чтобы это кто-то выкинул. Какая разница? Ты понимаешь, как тебе сказать? Это... Это явное твое поведение там получилось. Ну и шо? Я там дурачился. Ну, чего тебе? Ну и шо? Нет, я так не могу. Ну шо? Даже в твоем возрасте я не мог так дурать. По-другому, может, что так на колени? Нет. Я... Ты видел, я могу танцевать с элементами... Подожди. С элементами спорта. Ты видел? А я с элементами секса. Не, не могу. Не, ну... Слушай, еще я тебе хочу сказать. Ну, помнишь, ты вчера сказал? Ты деньги повел меня там в кафе, что ты меня повел? Помнишь? Тогда так. Так я вспомнил. У тебя, когда ты узнал, что у тебя вот эта штучка там есть... А, всегда ветки опыт. Ты сказал, что это надо деньги, и то делать, и то делать. Ну, у меня там было сколько было. Я тебе сказал, на тебе там, пусть пригодится все-таки. А ты говоришь, нет, нет, я не возьму, не возьму. Я говорю, ну, давай зайдем, в кафе посидим хоть. А, да, что-то такое было. Ты мне деньги не предлагал, и говоришь, возьми на лечение. Я говорю, не надо ничего. Я не взял, а ты меня потом угостил. Ну, не сразу, а через день. Нет, сразу. Не, не сразу, по-моему. Сразу. Ты в театре не взял, сказал, нет, нет, я тебе по дороге... Ну, ты же, пошли в кафе, зайдем. Я говорю, ну, все-таки возьми, возьми, пригодятся. Я говорю, нет, не возьму, даже не. Хорошо, возьми тогда продукты. Я говорю, ну, возьми в кафе поешь. Да, и мы пошли с тобой. А я не понял, что ты меня в ресторан тогда позвал? Думаю, что такое, я меня в ресторан позвал? Я зайду, вспоминаю, думаю, что ты меня в ресторан тогда позвал? У меня такое особое расположение. Ага, ну, во-первых, ну, почему нет? Ну, может, любой человек, если у него есть, он... Ну, я вообще-то люблю, ну, знаешь, что... Блин, Жениц, Лаустера. Леша не позвал ни разу. Нет, ну, тебе... Ну, тебе Леша и тролли. У меня тоже было много поводов, для того, чтобы меня позвали. Я тебе принес на лечение, а ты не захотел. Я просто говорю, ну, тогда пойду чаю, попьем. Мне тоже надо было на лечение. Слушай, хотя... Он до тебя приезжал в больницу, помнишь? Смотри, я принес сосиску... Я помню. ...с бутербродом. Мы предпочитаем наличными. Подожди. Смотри, принес сосиску, чаю мы попили, яблочко разрезали, конфет поели. Все это бы было, наверное, там, 400 гривен. Там мы поели на скромном... Где 400 гривен в целиком ресторане? В любом. Они же... Одна сосиска, но яблоко. А там за аренду нам... Мы пойдем на Юлию там за 40 гривен. Там кафешка есть рядом. Мы в первое, второе, третье компоненты. Ой, я тебе весы принес, Леша. Ой, спасибо. Это я хотел бы позволить туда, да? Хотел уже, да, напоминать. Да, я же вчера пришел, думаю, наверное, ты уже подумал, что я весы не отдаю. Что такое? Все мои весы. Да, так что, они неправильно показывают? Ну, вроде правильно. Друзья, спасибо большое. Можешь проверить. Игорь, хочешь свеситься? А ну, сталь навеси, сколько-то. Затянешь. Тебе на откорм, или уже можно лизать? Покинесик. А снимай, аграрь. А ну все, снимай. Чтоб ничего не весило. В годы надо взвешиваться. О, блин. Поменьше, поменьше. Все же, видишь, 3 килограмма, 5 килограмм. Э, ну, 85. О, боже, 91. Ну, если штаны снять с рубашки и пойти в туалет, то будет 89. Штаны с рубашкой, а ты в туалет. Я, кстати, я не знаю, сколько весил, когда ехал в монастырь. Ты же говорил, что с чем-то. Ну, нет, я просто говорю, что в этом состоянии я почти на полки влез. А то было, сколько килограмм, что... Нет, ну ты все равно худеешь, чем до монастыря. Ну, надо опять. Ну, надо делать. Я же тебе говорю, что только бросаешь худеть, начинаешь толстеть. Это у меня тоже самое. Нет, Самвел, если ешь в меру, не будешь. А если я вчера нахать... Но есть в меру, это худеть. Слушай, нет. Есть человеческая доза просто. Ты поел и насытишься. А есть концы. Через 5 минут будет насыщение. А я вчера что сделал? Мало того, что поел у мамы, поехал, что поел дома. А потом Света Ляклаича съел всю жареную картошку и вареники. Мамадею. В кастрюлю? О, боже. Съел такой кусочек, кусочек такой, да? Кусочек, 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 кусочек. Говорит, смотри, чтобы не поедешь больше не ешь. А он потом стоит, забылся и рассказывает. А я вот съем на ночь сало кусок. Потом увидел ее. А потом она как раз на него зыкнула. Он, кусочек. А ты не хочешь в сказку нос, мальчик нос, своего кота использовать? Нет. Так по-дурацки мальчик нос, но чего не карлик нос? Почему надо изменять название, это же сказка так называется? Потому что они соединили две сказки в одну. Между прочим, 25 лет прожил этот сказочный. Который написал Карл Кнос? Холодное сердце он написал, Калифаист. Ой, а кто это? Шарль Фиро? А нет, немецкий же. И умер? Да, все в 25 лет. Ну а что, если 25 лет прожил? 803-й 1828-й. А кто-то, по-моему, что-то писал про Аблантов. Ну то же читай комментарии. Тут какие-то танцы с Яриком и дивишься. Медитируешь там на них. Хэ-хэ. Медитируешь. Хэ-хэ. Для Алексея. Алексей, любовь нечаянно нагрянет. Это о вас. Причем придет она оттуда, откуда вы совсем ее не знаете. Энергия начнет бить ключом. Вы будете... Так он же Овен, ты читаешь Раком. А, Рак. А ты не Раком? Хэ-хэ. Виновен. Я с Раком. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Овен. Овен. Не стоит ждать у моря погоды. Ха-ха-ха. Это уже ближе к тебе. Это не про любовь, да? Полагайтесь на собственные силы. Создайте наиболее удобный для вас жизненный ритм. Вам нужно больше отдыхать и чередовать работу. Перестараться. Это поможет избежать переутомления и депрессии. Правильно. Я так надорвался уже на работе. Значит... Надо что-то такое придумать. То ли на Мастер-Шеф пойти как Самвел, чтобы ездить. Подожди, нет. Тебе это... А что? А мне казалось... Меня очень не ухнетает, что я вот никуда мы сейчас не ездил. Да, гастролей нет. Хотя бы с коллективом с кем. То в Польше, то туда. Понимаешь, вот нет разбавления. Самвелла есть, он разбавляет свое бытие свое... В театре. В театре, да. Я тебе тоже предлагаю. Завел котенка. Ну пусть не дома. На лестничной клетке, в ящике. Здрасте. Там собака не позволяет. Да здрасте. Не хватало, чем на лестничной клетке. Вынес котенка в лес. Слушай, в лес. Не римой. Это как у тебя пихвины или как он называется? Пихвины. Пихва. Пихта. Пихва это другое. О боже. В украинском саде. О боже. Сосновый. Сосновый. Хвойный лес. Хвой. Пихвины. Да, где пихвы? Слушай, выпустил котеночка и тушишь. Слушай, и дышишь воздухом глубоко. Снимает депрессию. Повышает потенцию. Снимает головную боль. Кто? Пихвенные леса? Да. И, значит, дает жизненную энергию. Все. Я и так могу ходить. Зачем котенок? Зачем котенок? Зачем котенок? Я не могу его себе оставлять. Так, сломай. Зломай меня висище. У меня его хотели взять. Этого котенка. Но моя кошка его чуть не разыдрала. Я его не разыдрала. Ничего, у тебя много комнат. В одной бы прятал. Потихоньку открывал. Она привыкла. А у меня однокомнатная квартира. Мне негде запрятать. Так, то есть, ты считаешь, что если у меня две кошки и собака, это мало. У тебя одна кошка уже. У тебя уже одна кошка. Что ты врешь? Одна кошка и две собаки. Одна кошка, две собаки. Уже собака одна и та. Слушай, голубь, который уже прилетел и не улетает на зиму. И три покугали. Ну скоро и той кошки. И что? Это мало? Нет. Причем тут сможешь, не сможешь. Сами, когда у меня были животные. Вот, ты обвесился. Так выходи. Так выходи. Чего ты не гладишь никого? Не релаксируй. В пихвяных лесах там не ходишь. Наоборот, у меня вон посадка, я вечером ухожу с собаками. Во влагалищных лесах. Чего ты там не ходишь? Ну а ты сказал, пихва это и есть влагалища. Ну я перепутал, есть пихта. Понимаешь? А, ну да. А пихта я перепутал с хвоей. Ой, я не могу. Ну такое вот. Нет, я не о том, Игорь. Это все на месте. Это все это. Мне надо, мне хочется выезжать куда-то. Сменять обстановку вообще кардинально. Да. Вам предложили. А я говорил, что Лёше можно было пойти на мастер-шеф. У него такой юмор блестящий. Что там, ну там готовить научился потихоньку. Что он. Там же готовить. Там бы мне в наушнике говорили. А его выгнали на следующий день. Не спеши. Не выгнали. Вот одно пюре можно готовить. Или макароны эти. Я тебе яйцо пашот научу об стенку. Ну так будешь делать и будешь на последней серии. А это вектор кидать лицом. Об стенку. Что об стенку, что вектор. Вот туда. Я вам атаку и все пошла. И все. И все. И все. И говорит. Вкусно. На балкон. А что? Потом бы ты ездил. Тебя приглашали бы. Я не уверен. Обсуждал бы. Позы в сексе там. Опасные. Не показали эту программу. Травмоопасные. Позы в сексе. Меня позвали. Боже. Мне так стыдно было. Слушай. Слушай. Во-первых. Народ, по-моему, выехал немного. Почему? Ну там много очень полезных передач. Ничего там полезного. А что ты рассказываешь? Слушай. Мы в детстве. Нам никто никогда не рассказывал об этом. И со временем это происходило с любовью. Понимаешь? И дети получались нормальные и адекватные. Сейчас как ничто сексопильное и сексопильный. Сексуалочка. Сексуальный. Сексуалочка. Такой фенотип. Подожди. Вот такие слова. Там Игоря изобретение. Сексуалочка пошла. И то что есть любовь и есть таинство. Они превратили это в разврат. В храм любви. В сходный двор. Ну понимаешь. Они это возвышают. Как в Анжелите мне понравилось. Сейчас любовь. Она не приветствуется. Опустили это все на низменный уровень. И это все возвышают. Непонятно мне это все. Ну а все будет доброе. Такого нет. Не рассказывают. В этой программе. Ну я не думаю, что все будет доброе. Вот я просто говорю. Вообще. В каждой передаче. Включи. В каждой передаче. Включи фильм откровенной сцены. Так без этого смело обойтись. Надо учить детей. Чему? Детей не учат. Чему-то смело. Понимаешь. Когда меньше забиваешь в детстве голову вот этой гадостью. Потому что она для любого возраста, когда он еще не пришел, это является гадостью. У человека неправильно начинает. Ну как бы скорее опережает его физическое развитие. Он знает уже все наперед. Еще не готов ни к чему. Он хочет пробовать. Да. Тело еще не выросло. И человек теряет любовь. Любовь тогда не приходит. Если ты уже это, ну как с физиологией какой-то сравниваешь. Не годится. Я против. Идет деградация общества. И как это остановить, Игорь? Как? Как это остановить? Это остановить. Не остановишь. Это не остановишь, но это можно только делать воспитание в семье и в целях. А может быть действительно надо родителям самим объяснять детям вот так? Ничего не надо объяснять. Мне никто не объяснил. И у меня сын прекрасный вырос. Все. Ты сам разбирался. Игорь сам разбирался. Игорь сам разбирался. Уже рано. Слышишь? Нет, вот это ребенку надо сказать, что существует секс, надо предохраняться. Вот такой девочке. Нет, такой не надо конечно. Подожди. Да уже что такого, что Деда Мороза нет. Что... Как мне когда-то дед мой родной рассказал, что Деда Мороза нет. И мне такое сказали. Блин, я так расстроился. Я чуть ли не плачал от того, что так мне было лет 6-7 не знаю. Вот. И такое травма детства была. Это ж... Мама сказала. Я пришел. Мама, как это так? Деда Мороза нет. Ни дед сказал. Подожди. Она говорит. Она говорит. Да не верь ему. Это он специально. Дед Мороз есть там. Конечно. Ну все. Ну ты уже сомнения потеяли. Понимаешь. Ребенок тоже. Он живет любовью. Родители. И вот для него этот праздник. Новый год. Представь. Когда ламбочник. Когда деда Мороза. Он приходит. Ребенок этого ждет. Это для него волшебство. Повышается настроение. Дети слушаться. Начинают. Ну вот как-то и развивают мозги. Потому что в этот раз он и потанцевать должен. И стишок выучит. Все. Сейчас все это расскажут. Сказку поставят. Значит сказки плохие. Все это ерунда. Секс воспитание. Деда Мороза со Снегурочкой нет. Зато... Оказывается Дед Мороз это любовник со Снегурочкой. Вот. Вот это все перепохавят. Вот эти похавные песни. С бородой лохматой. Потом... Это самое. Подожди. А потом еще и... Здравствуй дедушка Мороз. А потом еще поставят сказку про вот этого колдуна мальчика. Подожди. Подожди. Не надо. Не надо. Слушай. Вот про этого похавного мальчика. Не похавного. Колдуна. Вот этот. Ну. Мальчик колдун. Сейчас и книжки про него. Гарри Поттер. Что он похавный? Гарри Поттер. Что он похавный мальчик? Потому что это... А Таня Гроттер тебе не нравится? А кто это? Это темная сказка. Вот с темными силами. Понимаешь? Вот это же ставят дети. И потом дети становятся неадекватными. Гарри Поттер очень хорошая сказка. Очень добрая. Нет. Это мальчик колдун. Все. Ну понятно. Почему не про красную шапочку? Как она шла к больной бабушке. А фея не колдунья в Золушке? Нет. Не колдунья фея. Добрая фея не колдунья. Понимаешь? Нет. Понимаешь в чем дело? Есть сказки. Вот как я тебе объясняю. Снежная королева. Ну. Или же вот это что мы сейчас. Белоснежка. Там есть явное добро и зло. И там тоже самое. А здесь? Нет. А здесь именно какими-то темными силами он побеждает. Понимаешь? Он побеждает... Подожди. Если Белоснежка, она своей добротой, чистотой это все достигает. Она даже колдуне яблочко дает. Понимаешь? Вот. И все равно добро побеждает. Ну ладно. Не буду спорить. Ну а там, ну что-то не видно. Какие-то туманы валахатые вылазят. Балочкой махнул там какие-то... Адаба кидаба. Нет. Хорошо. Властелин колец. Тоже ерунка. Экспириарм. Есть прекрасно много наших сказок. Вот красная шапочка, девочка. Ридикулус Игорь. Адаба кидаба. Там шляпа такая говорящая. Ага. Какой класс надо определить. Этот самый... Как там эти назывались? Время конечно... Ну любое время хорошее, но только все-таки надо держать. Да. Не пускать. Хорошо, Игорь. А как вот деткам, вот девочкам, вот когда двенадцать или тринадцать лет, вот это все начинается. И мама ж должна, наверное, объяснить, что это, наверное, и помырает. Ну что, когда выделение... Да. Это ж, наверное, мама объяснит. Ну да. За это я согласен. На это прям передачу надо, ты знаешь, тратить. Вот это делать передачу. Все туда носы повсовывали. Такого раньше не было. Это даже критиковалось. Мама аккуратненько сказала. Погладила по головке. Все шикарно. Нет, сейчас все уже. Проблема. И никто не боялся, не падал в умрак никого. Затем скорая помощь не приезжала. Все. Все было хорошо. Все было хорошо. Сейчас картина есть. Школьники вышли, я сам наблюдал. Вы знаете... Игорь сегодня в ударе. Человек пятнадцать. Школьников курят. И учителька пришла там. Учителька. Тоже покурилась. Учителька. Такая, свойская. Некрорайона нашего учителька. Замять того, что в кино ты сидишь, переверяешь зашит. Ты учителька. Черная хмара дарерала. Мы сховались под вербу. Ты чернявый. Я Русява. Вери я тоби не ему. Наче пташечка. Перепилочка. Серце стукает. Сердце бьет. Древний дощ иде. Что ж теперь будет? Ой, ой. Что ж будет? Ты чернявый. Я Русява. Вери я тоби не ему. А какая про коня? Выйду в поле ночь. Ночью в поле с конем. Ночью тихо и цена пойдем. А найдем с тобой по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Сяду я верхом на коня. Ой, на коня. Сяду я верхом на коня. Ой, на коня. Иди вези по полю мая. Пбаупь ему по полю мая. Паб بскрай ему по полю мая. А безкрай ему по полю мая. По бескрай ему полю мая. А дальше какие слова? Ой. Поле красота, благодать. Ой, благодать. Поле красота, благодать. Ой, благодать. А мы так красиво пели в Западной Украине с там музыкантами. Плывай кача. Плывай кача. Плывай кача. Я уже три раза пел. Мамко ж моя, не лаймени. Мамко ж моя, не лаймени. А как будто эта песня слушает. Подожди. Гош, а мы не без чая. Давай степ за степ. Давай. Степ за степ кругом Тут далек лежит В той степи глухой Отдай отдыха. Ты, товарищ мой, не помни зла. Ты, товарищ мой, не помни зла. А же не скажи, что всегда и замерз. Что-то мы вообще словом напутали. Что это такое? Что-то передай кача. Что-то передай кача. Что-то передай кача. Что-то передай кача. А-а-а-а. Ой, как фальшиво закончили. Так фальшиво закончили, что вообще. Он все-таки умирал. Там они... Нет. Он умирал просто, что он замерзал и что я смертный час. Поэтому он все равно умирал. По сути. Это я пошел, дал. А мне тоже дали Якова. Это у нас будет сказка, Карлик Носов. Обязательно приходится, я буду горбатым Яковом. И буду петь. Теперь я мастер-шеф. Я мастер-шеф. Ты эту песню лучше выпишешь. Да чего, ну ой. Как же я в недоуменье, говорили мне всегда, я приятный, деликатный. Я красивый, аккуратный. А теперь от восхищения не осталось и следа. Господи, не пророчествуй. Я с сахаром пока не буду. Нет, мне водичку. Раслёжка, фу, сказала Ленка. Раслёжка, фу, сказала Ленка. Мама, я хочу дать. Идешь на МИТА. На МИ, вроде на ДОДИЕС иду. Иду на МИ. Иду на НОСУДО. Значит, сказали вам завернуть куклу им. Смешно, как вот это, завернутая кукла в пеленах будет. Они будут ходить по базару, просить подаяния. И вы будете им давать. А нет, я отец сапожник. Он отец сапожник Якова. Твоя мама скажет. Моя мама торгашка. Дай им капустынку, сынок. И ты дашь. А что ты дашь, это отец. Это и муж торгашки. Моя мама торгашка. Я Яков. Это мой отец. Сапожник. Муж торгашки. Зачем будет ведьма. Я отец Якова. Короче, я не знаю. Не, ну там же разное. Там сначала... Что-то я... Ля-ля-ля-ля-ля. Потом... Начерп... Снигу твою. Начерпташечка, перепилочка. Что-то там. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Серце бьет. Понятно. Показал, вывел и забыл. Игорентий, собакентий, надо бриться. Давай я принесу бриту завтра? Да нет. Ну чуть-чуть сбрею. Я сегодня опоздал к врачу, а завтра я не хочу. Игорь, ты эко-брек. Ну давай я тебя побрею, серьезно. Чуть-чуть подстрегу. Насадочка. Тебе ж никто ее не сбреет полностью. Я тебе говорю, чуть-чуть подстрегу, ты эко-брек. Какой брек? Ну посмотри. Ну не красиво, дедушка АУ. Ты идешь домой? Иду. Пошли. Я за вас обознал к врачу. Ты не за нас опоздал, и за себя. Какому врачу? Ну я уже утром был. А что ты сюда смотришь, чтобы не сказать какому врачу идти? Практологу? А при чем тут фрактолог? Я не могу понять одно. Сколько фрактолог? А, сексолог. Так сексопатологу идешь? Игорь, нет? А что, как психиатр что ли? Да. А они тебе пихвенный вес с вода? А где на ветках растут надо? Ха-ха-ха-ха. А где 100 шишек? Ой. О, пекинесик танцует. Какой ловкий. Ой. Такой ладный пекинесик. Такой ладный пекинесик. Царство стукается. Царство стукается. Царство стукается. Царство стукается. А что делать? Ой. Ой, что ж будет? Ой. Ах, Игорелла. Ты нас любишь, Игорь? Да. И мы тебя. А давай вы матюкаетесь. Ой, начинаешь. Когда я матюкался последний раз? Вот обязательно надо в эту бочку меда, что он выкатил. Ага. Надо вот капельку... Не, ну вы же спрашиваете. Не, ну вы же спрашиваете. А когда мы матюкаем? Надо любить со всеми недостатками. Вот именно. Принимать какие есть. Не надо справлять. Ага. Вот другой вопрос. Когда любишь, тогда ты желаешь добра людям и их к чему-то светлому притягиваешь. А вот так просто любить и как бы... У тебя же правильно. Ты же не меньше любишь свету или своего сына. Хотя они тоже имеют свои недостатки по жизни. Но. Подожди. Они же не ангелы. Правильно. Вот и все. Чтобы жить с человеком... Ну как бы так. Все равно ты не можешь исправить свету до конца. Вот что-то тебя не устраивает в ней. А ты... Она все равно... Да. Она все равно тебе козни показывает. Воспитывает тебя больше чем... И там ты молчишь. Как цуцики. Козни показывать можно. Но только не ругаться. Да ну понятно. Нельзя. Вот не люблю я. Меня воротит. Я болею. Если... Ну прям... Да когда мы матюкались. Начинаешь ты. Постоянно через слово. О боже. Если б слово так я б уже не выдержал бы и на видео. Через слово. Я б уже и на видео мочукался как бы через слово. Ой на камеру Люба глянь. Ой Люба на камеру. Боже как Томасный. Приходь ты на трансляцию Игорь. Я требую прямой трансляции. Я требую прямой трансляции. Приходь. Приходь я буду делать трансляцию дома. Вот прям прямую. Включаешь и люди сразу видят. Ты дома редко бываешь. Ну я тебя приглашу когда буду. Что ж. Или Лёшу привез. Может быть. А я чуть не редко. Что думаете дома? Такие чудные не могу. Разберевановые конфеты. И все. Все. Ладно. Спасибо вам за... Ты же передай большое спасибо кто конфеты нам передал. Ну так ты сам передай. Футболку. А я сказал. Мы уже тебя сказали. Ты что так классно. Спасибо еще раз. Да. Это Исана и Тарас зовут. Девочка Исана. Ну женщина или девушка. Спасибо. И Тарас муж ее. Здесь как раз картинка такая черная с красным. Вот эту футболку поднизу. Ты не говорили что приезжай. Мы тебя покажем там экскурсию по Тарасу. Там не часто приглашают куда-то. Даже дорогу оплатить. Хотят я. Попробуй да. Еще визу получить. Я не соглашаюсь. Но за Аблант. За Аблант. Что-то кто-то передавал. Ну почитай комментарии под тем видео. В Торонто что-нибудь за Абланта слышали? Подожди. У Игоря просто есть в роду фамилия Аблант. И вот он ищет кого-то. Не могу я такой фамилии вообще найти. Ни в одной стране. Где такое можно было. У нее и не было. Игорь с претензией на уникальное. Знаешь. Да. Что у него где не было. Только. Где не было у него было. Какой претензии. Ну откуда сейчас знаешь. Нет. Ну так что Игоря ты имеешь ввиду. Ну что у тебя единство такое уникальное. Что они в Вене. С претензией на уникальное. Нет. Так дело не в уникальности. Дело в том что если бы я. Увидел где-то эту фамилию. Можно было бы. Раскрутить бы. В чем ее уникальность. Что ее нигде нет. Ну так ты не знаешь ничего по этому. Азовых родственников. Это тайная древняя фамилия Игоря. Она скрывается. Да. Масонскими ложами. Боже глянь. На голове у него треугольник. Все видящие ока на голове. Выросла. Аблант. 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 Мы не знали. У истинных Аблант. У всех так. Игорь, за что мы тебя любим? Галень. Ну, я не знаю. Не знаю. Не знаю. А ты знаешь. Ну, надо сказать еще, за что мы тебя любим. Ну, ты пикенесик, милый. А Игорь, и ещё в меня, между прочим. Вот так. Пикенес, пикенес и курозь. Эх, тихо, тихо. выше состоял на цепочка не снимай мне там лысину сзади он боже хоть и лучше быть ими это александр висит у нас директор сними этого пацана